В этот день 30 декабря родились и великий князь московский Василий I, старший сын святого великого князя Дмитрия Донского. Отто Коцебу, знаменитый русский мореплаватель. Данил Хармс, советский писатель и поэт, мастер литературного абсурда. Телефон у меня простой, 3208, запоминается легко, 32 зуба и 8 пальцев. Покупая птицу, смотри, нет ли у нее зубов. Если есть зубы, то это не птица. Данил Хармс, автор литературного мира, который ни с чем не спутать. Черный юмор, абсурд, афористичность. То, что он писал, было совершенно непонятно его отцу, известному народовольцу, водившему дружбу со знаменитыми прозаиками Антоном Чеховым и Львом Толстым. И Самуилу Маршаку тоже. Притом именно Маршак разглядел в этом наборе чуши за дел для прекрасной детской литературы. В свою очередь Хармс писать для детей не любил, однако и правда стал невероятно популярен на этом поприще. Он издавал стихи и головоломки на страницах журналов Чиж, Ёж, Сверчок. Хармс, кажется, написал всего шесть детских книг и очень хороших. Он не любил этого, но не мог писать плохо. Так считал один из друзей Хармса. «Еду-еду на коне, просто восхитительно. Вон козел бежит ко мне, очень уж стремительно. Вдруг верхом я на козле. Это удивительно». Однако вся жизнь Хармса подтверждала древнее правило, что тот, кто смешит, грустнее других. Все 30-е для писателя были сопряжены с неоднократными арестами, ссылками, доносами, проблемами со здоровьем и безденежием. Наконец, в 41-м году, с началом войны, его вдруг обвинили в упадничестве и чуть не в сотрудничестве с немцами. Расстрел заменили заключением в психиатрической лечебнице. Однако пережить в таком месте блокаду Ленинграда было малореально. Хармс умер фактически от недоедания зимой 42-го года. В этот день 30 декабря 1116 года в Петрограде совершено убийство Григория Распутина, приближенного к царской семье. Эта личность сыграла, несомненно, дурную роль в истории русской монархии. Все началось в 1905 году, когда Григорий Распутин был введен в ближайший круг царской семьи из дневника императора. В 4 часа поехали на Сергиевку, пили чай с милицией и станой, познакомились с человеком Божиим Григорием из Тобольской губернии. Известно, что он обладал каким-то непостижимым даром облегчать страдания больного гемофилии цесаревича Алексея. Много темных слухов ходило о его влиянии на первых лиц империи. Впрочем, по большей части это слухи и были. Директор департамента полиции вспоминал, множество раз имел возможность встречаться с Распутиным и беседовать с ним на разные темы. Царица иногда спрашивала его мнение о том или ином кандидате на высокий пост в правительстве. Но от таких безобидных вопросов до назначения министров Распутиным очень большой шаг. И этот шаг ни царь, ни царица, несомненно, никогда не делали. Однако все эти слухи дискредитировали верховную власть. И вот кучка заговорщиков решила навсегда убрать из истории этого человека. Князь Феликс Юсупов, богатейший человек империи, политик-монархист Пуришкевич, великий князь Дмитрий Павлович. Заманили Распутина в уединенное место и расправились с ним. Быстро стали известны имена убийцы, однако вся императорская семья выступила в их защиту, написав письмо императору. Его Николай II вернул обратно, лишь надписав на нем «Никому не разрешено совершать убийство». Но убийцы и впрямь избежали земного суда. 30 декабря 1869 года вышел в свет первый экземпляр журнала «Нива». Вскоре он стал самым популярным изданием дореволюционной России. 30 декабря 1947 года совершил первый полет самолет МИД-15. За этим самолетом рекорд, который сложно будет побить в будущем. Это самая массовая реактивная крылатая машина в истории. Более 15,5 тысяч экземпляров за полстолетия. МИГ-15, конечно, произвел революцию в небе конца 40-х годов. Только окончилась война, где правили бал жужжащие пропеллерами поршневые машины. И вот он, одноместный, легкий, серебряный, стремительный. Скорость более 1000 км в час. Его боевое крещение прошло в Корейскую войну в 1951 году. Там МИГи встретились с американскими сейбрами и тяжелыми бомбардировщиками. После первого же столкновения американцы старались уже днем не летать, тем более на тяжелых медленных машинах. Американский генерал-лейтенант Чарльз Кливленд, который тогда был лейтенантом-пилотом, коротко отметил, что это было унизительно. Последние МИГ-15 были выведены из боевого строя в 2006 году. 30 декабря 1995 года были установлены почетные звания Российской Федерации, такие как народный артист, заслуженный врач и многие другие. Таким был этот день 30 декабря.